Христос Воскресе! Мои Ищи на Воскресе! Такими словами, 2000 лет назад, сразу после воскресения Господа нашего Испасителя Иисуса Христа, ученики приветствовали друг друга, и не просто приветствовали, а сообщали великую, благую, радостную весть, что тот Божественный Учитель, о Котором они еще плакали и скорбели, от смерти которого они находились в отчаянии и унынии, восстал из мертвых и является своим учеником. Каждый раз, когда ученики встречали друг друга, то приветствовали и сообщали эту по-настоящему великую весть – Христос Воскресе! Однако некоторые ученики сомневались. Не только тот ученик, о котором сегодня повествует евангельское чтение. Святой апостол Лукас в своем повествовании говорит о том, что многие и боялись, и даже усомнились. И не разу навстречаем в евангельском рассказе у всех четырех евангелистов, что поначалу ученики испытывают своеобразное или сомнение, или смущение, и Христос даже находит способы, дабы удостоверить их в том, что Он действительно воскрес из мертвых. Но сегодняшний день, сегодняшнее евангельское чтение повествует об апостоле Фоме, том апостоле, который не был, не присутствовал в одно из важных, главных и первых явлений, одно из первых явлений Воскресшего Христа ученикам своим. Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, как вы все знаете, именуется в церковном уставе, в церковном календаре анти-пасха. Но анти в данном случае обозначает не против, как это очень часто мы используем в выражении, а вместо, как бы вместо Пасхи. Но не вместо Пасхи, в смысле вытесняя Пасху, а в смысле повторяя события пасхального дня. Как бы повтор тех событий, которые уже были в Пасхальный день, в самый первый день Воскресения Христова. Ведь именно в этот первый день своего Воскресения Господь вечером является ученикам, которые находились в горнице и скрывались от иудеев. И вот в таком же составе, плюс апостол Фома, является Господь через неделю. Или, считай, по библейскому счету, на день восьмый, как сегодня указывалось в евангельском чтении. Почему Фома, который слышал от многих уже учеников, не поверил в Воскресение Христа? И вообще, что это такое неверие Фомы? Мы даже знаем с вами выражение. Фома неверующий, который восходит именно к этому библейскому рассказу. Однако, неверие Фомы не надо рассматривать, как своеобразное безбожие или непринятие чудесного. Потому что очень часто мы слово неверие понимаем именно таким образом. Апостол Фома лишь чувствует некое смущение, чувствует некую неудовлетворенность и хочет удостовериться тем рассказом, о котором он уже не раз слышал от разных учеников нашего Спасителя. И сам он говорит, что он поверит тогда, когда увидит на Христе его язву. Язву, то есть раны от орудий смерти, от гвоздей и от копия, которая пробила Бога нашего Спасителя. Мы прекрасно с вами знаем, дорогие братья и сестры, что многие из нас, вне зависимости от положения, сана и годов, проведенных в Церкви, все же желают вот такого чудесного удостоверения в нашей вере. Мы все хотим, чтобы Господь нам явился, чтобы именно нам показал, чтобы именно для нас было явлено какое-нибудь ощутимое, чувственное доказательство происходящего чуда. А особенно чудо, которое связано с воскресением Господа нашего Иисуса Христа, величайшего из чудес. Поэтому, конечно же, Фома принадлежал к такому типу людей, очень распространенному, желающему глазами своими, очами своими удостовериться в происходящем. И Господь является учеником в Фоме и отдельно говорит Фоме, что ты можешь удостовериться в моем воскресении. Но этот евангельский рассказ не только, дорогие братья и сестры, о Фоме, он еще и о самом Господе в нашем Иисусе Христе. Уже целую светлую седмицу мы с вами прославляем Христа Воскресшего. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и тем, кто в гробах был, жизнь даровал. Но что значит это воскресение Христа? Что изменилось и изменилось ли в самом Христе? Как часто мы задаем себе этот вопрос. Но ведь это важнейшая часть нашего православного исповедания, нашей веры православной. И, может быть, именно в этом вопросе и кроется так называемая неверия Фомы. Ведь Фома, как и большинство иудеев, исключая лишь последователей садокейского учения, верил в воскресение мертвых. Фома, как ближайший ученик Господа, видел, как Господь воскрешает умерших. И мы не раз читаем в Священном Писании о том, что Господь, хотя и относительно нечасто, но все же воскрешал умерших. Более того, буквально за неделю до описанных событий Господь воскрешает Лазаря, своего друга, как сказано в Писании, брата Марфы и Марии. И воскрешает его уже на четвертый день, когда по меркам того времени, той полосы географической, человек начинает разлагаться. Хотя и евангелист не уточняет, но можно с огромной долей вероятности утверждать, что Лазарь и его сестры были среди учеников Господа, которым он являлся. Были среди тех, которым Спаситель дал удостовериться в своем воскресении. Неужели Фома не помнил это воскресение Лазаря, которое было всего лишь неделю назад? Да и Лазарь, скорее всего, был среди учеников, живое свидетельство того, что умершие воскрешаются. И тем не менее, в действительности Христово воскресение из мертвых отличается от тех воскресений, которые описаны как чудеса, совершенные самим Господом нашим Иисусом Христом. Да, те мертвые, будь то сын вдовицы или дочь начальника синагоги или сам Лазарь четверотневный, вернулись в жизнь, вернулись к жизни. Но все равно они остались, по сути, такими же, какими были. А Господь наш Иисус Христос воскрешается, воскрешается в силу своего Божества из мертвых, и, конечно же, Его тело, оно измененное, оно преображенное. Но что значит это преображение тела Господа нашего Иисуса Христа после воскресения? То, что тело Господа преображено, есть масса свидетельств из того же Священного Писания. Господь появляется и исчезает. Господь проходит сквозь дверь. И это, в свою очередь, дарует ученикам некое даже смущение. Ведь апостол Евангелис Лука прямо говорит, что смутились они, не призрак ли это? Почему смутились? Потому что Он пришел, не постучав в дверь, не открыв дверь, а раз и явился передущими камерами Своими. И это заставляет их напрягать еще больше мыслей, чувства, эмоции, их веру. Как понять это воскресение Христа? В действительности мы не поймем этого великого совершения, если не вспомним еще раз учение о Боговоплощении Сына Божьего, второй постаси Пресвятой Троицы. Бог обоплотился нас и нашего ради спасения. Писание не раз об этом говорит. Писание говорит о том, что Христос воспринял человеческую природу полностью, кроме греха. А в нем не было никакого греха. Ни разу мы встречаем эту мысль и в Евангелиях, и в посланиях апостольских. Но, тем не менее, святые отцы, абсолютно все, говорят о том, что Господь наш Иисус Христос, Который воспринял человеческую природу полностью, но без греха, Добровольно воспринимает некоторые последствия греха. Что же это за последствия греха? Преподобный Иоанн Дамаскин именует эти последствия естественными и безупречными страстями. Мы слово «страсть» привыкли ассоциировать с чем-то иным, чем святые отцы вкладывали в этот термин. Страсть – это страдательность человеческой природы. И вот есть некие последствия греха, которые Христос воспринимает добровольно, дабы подчеркнуть, дабы показать, что Он в полной мере разделяет с нами все. Этими естественными, безупречными страстями являются голод, жажда, утомляемость. И многие иные, которые перечисляет и преподобный Максим Исповедник, и тот же преподобный Иоанн Дамаскин. Человек после грехопадения испытывает вот эту страсть. Он хочет есть, он хочет бить, ему страшно, ему необходимо отдыхать. И Священное Писание прямо говорит о Христе, когда Он находился с проповедью три с половиной года. Есть упоминание, что Он залкал, то есть захотел кушать. Мы точно знаем, что на Христе Он сказал жажду, то есть Он хочет пить. Так, как хотим пить мы, так и хотим есть мы. Мы помним, что Он спал, Он уснул в лодке со Своими учениками. Но в этих склонностях человека, который, повторимся, является результатом грехопадения прародителей, нет ничего предосудительного. Сами они не есть грех. Нет ничего грешного в том, что мы хотим пить. Но как мы захотим реализовать это желание? Это уже другой вопрос. Вот здесь мы можем согрешить. Нет ничего предосудительного в том, что я хочу есть. Но как я реализую это желание? Я могу до этого кого-то убить или украсть. Или чувство голода может полностью меня захватить и подчинить все мои воли и эмоции. Но само это желание, естественно, для человеческой природы. Вот для Господа Иисуса Христа эти желания, эти так называемые безупречные естественные страсти, тоже в воплощении были приняты. Хотя, как говорят святые отцы, они никогда не владели Христом. То есть, Христос не мог жаждать настолько сильно, как этого мы иногда чувствуем, что полностью порабощает нас, жажда. Христос не мог хотеть есть так, как мы хотим, что готовы ради еды пойти на многое. Но нет. Все-таки Христос, как безгрешный и человечество которого, было человечество, соединенное с ипостасией, с личностью Богослова, то в реализации этих естественных страстей никогда они бы не развились до такого состояния, как в нас, людях, с грехом в плоти нашей. Но тем не менее, именно вот эти вот страсти, безупречные, естественные, являются той своеобразной немощью, которую Христос принимает и, повторимся еще раз, добровольно принимает, чтобы быть, как мы. А в Литургии Васильева Великого прямо говорит, что Он принял немощи наши, дабы мы обогатились Его Божеством. Все вы неоднократно слышали учение о уничижении Бога в воплощении. Тот самое апостольское чтение из послания к филиппийцам, которое читается на дни памяти Пресвятой Девы Марии, где сказано, что Христос принял взраг раба. Кенесис, уничижение. Вот это уничижение, это бесславие, это как раз есть принятие человеческой природы вот с этими последствиями. Но в воскресении Своем Господь является, Господь уже обладает телом без этих немощей, без этих естественных, безупречных страстей. Его тело показывается, Его тело показано уже всем, как тело прославленное, как тело, которое принадлежит Богу воплощенному. Есть очень важный момент в этих евангельских чтениях, о котором мы не раз слышали, о котором не раз говорят святые отцы и толкователи. Христос в этом преображенном теле, в теле уже славы, а не немощи, является тем не менее с ранами. Ранами на руках и на ногах. Как это так? Только что говорилось о абсолютном преображении тела Христа, о прославленности тела Христа, о славе, которую он являет. И вдруг эти раны остаются на теле Христова. Почему? Святые отцы указывают две причины. Первая причина, та, что Господь этим самым указывает всем, а особенно своим ближайшим и первейшим ученикам и апостолам, что он воскрес не в каком-то ином теле, не в другом теле, а в том самом теле, в котором он жил, страдал, умер и был погребен. Это тело дает удостоверение, что это действительно Господь Иисус Христос. И когда он говорит своему ученику и апостолу Фоме, что посмотри на мои раны, и ты можешь к ним прикоснуться, то ведь он самым как бы говорит, посмотри, что это и есть я, тот самый, с которым ты ходил, с тот самый, с которым ты ел, с тот самый, который видел мои чудеса, и тот самый, который был на Тайной Вечере. Ни кто-то другой, ни в другом теле. Вот для чего Господь оставляет эти раны. А иное объяснение, второе объяснение, наверное, еще более важное. Господь оставляет на своем преображенном теле следы страданий тоже ради людей. Для того, чтобы ученики Христовы, не только первое поколение апостолов, а все последующие поколения христиан знали и помнят, какой ценой они получили спасение. Ценой страданий Бога-человека Иисуса Христа. Апостол Павел в одном из своих посланий так и говорит. Помните, что вы куплены, то есть выкуплены дорогую ценой. Это цена крови Бога-человека Иисуса Христа. Напоминание всем нам, что мы получаем свободу от греха, что мы получаем силу бороться с грехом. Вот такими страданиями. Страданиями нашего Спасителя. Страданиями того, кого мы именуем Искупителем. Апостол Фома, конечно же, удостоверяется в том, что являющийся и есть Его Божественный Учитель, Его Спаситель. Господь уже слава Иисус Христос, пред Которым преклоняется всякая колена земных, небесных и преисподних, по выражению апостола Павла. Но у святых отцов есть вопрос. Вложил ли все-таки Фома свои перста в раны Христова, как он хотел? Не поверю, пока не вложу. То есть пока мои руки не будут осязать его раны. Не просто видеть, а трогать, осязать эти раны. Можно подумать, что у святых отцов есть диаметрально противоположная точка зрения. Например, святитель Иоанн Златоуст говорит, что, конечно же, нет. Не вложил бы, потому что, если бы он имел дерзость это сделать, он бы как раз и показал свое неверие. Это было бы в высшей степени проявлением дерзости и неверия. Что Господь ему является, обращается, предлагает, и тот вдруг начал это делать. А святитель Кирилл Александрийский говорит, что прикоснулся. Но, казалось бы, что эти два противоречащих высказывания, толкования святых отцов, на самом деле, они согласовываются с друг другом. Просто и святитель Иоанн, и святитель Кирилл обращают внимание на переживание Фомы, на благоговение Фомы. Ведь Фома в конечном итоге говорит, Господь мой и Бог мой. И этим самым свидетельствует свою веру. Веру во Христа, как своего Спасителя и Бога. Но святитель Кирилл все же говорит, что Фома прикасается к ранам Христа. Но не с дерзостью, не с наглостью, не так, чтобы по-настоящему вложить свои перста в язвы Спасителя, а благоговенно лишь касаясь их примерно так, как священнослужитель касается своими ладонями божественной Евхаристии, в момент причащения, беря на ладони хлеб, который есть истинное тело Господа нашего Иисуса Христа. Вот таким же с благоговением, говорит святитель Кирилл, Фома и прикоснулся к телу Спасителя. И Спаситель дает своим ученикам то, что они хотят, чтобы подтвердить их веру, веру в Его воскресенье. Отныне Господь Воскресший является своим ученикам, все время удостоверяя их в том, что победа совершена над грехом, дьяволом и смертью. Сегодняшнее евангельское чтение заканчивается выражением, очень тоже значительным словами нашего Спасителя, обращенным к Фоме, что блаженный уверовавший, но уверовал ты, потому что видел чудо, потому что видел напрямую то, что требует веры. Но, конечно же, еще более блаженны те, кто поверил во Христа лишь от слышания, не требуя чудес. И апостол Павел в одном из своих посланий, задаваясь вопросом, кого мы верим, не просто говорит, что во Христа, а во Христа распятого. И мы, дорогие отцы, братья и сестры, в эти пасхальные дни должны, конечно же, помнить, что будем блаженны, если уверуем во Христа распятого. Если услышим эту благую весть, и этого будет достаточно для нас, чтобы стать по-настоящему верующим. И непременно, после того, как будет такая вера у нас, Господь, конечно же, явится нам в своем преображенном состоянии, в своей славе и в своем настоящем божественном величии. Аминь.